Лучше в каком-нибудь другом месте было бы делать это. Я не могу скрепить этого дома. Я так же и говорить не могу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Поехали. 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 Однажды. В лесу на мешанья. 88 тысяч сошлись со всего мира. They were fearing for Iron Jew. After the departure of Krishna, just at once Iron Age came. And for the fear of Iron Age they were thinking what to do. In the meantime they they Ученик Шила Шута Дева Госвами Шута Госвами пришел на то место Он учил все из-за своего Гуру Дева Он был величайшим ученым И они попросили Они спросили, как же Атме быть супра-санна То есть счастливой Этот железный век Кали-юга Наступил И что же нам теперь делать ПРАЕНА АЛПА АЙЩА САДДЯ КАЛАК КАЛАУ АСМИ ЖУГЕЙАНА МАНТАСУ МАНТАМАТАЮ МАНТАМАТАЮ Он упад БТАМАТАМАТАМА ТЕКЦИ Идет очень короткая жизнь В Санте-Югу люди живут по 100 000 лет. В Два-Пара-Югу. В Трета-Югу. В Трета-50 000 лет. В Трета-Пара-Югу. В Трета-Пара-Югу. В Трета-Пара-Югу. В Кали-Югу. Всего лишь 100 лет. Люди в Кали-Югу очень ленивые. Суманда Матайо — это означает, что они неразумны. Чтобы они не хотели сделать хорошего, все выходит только другое. Таким образом, как же в душе достичь счастья? Мы хотим услышать от тебя. Ты — великий знаток. Пожалуйста, скажи нам, как Атме стать супрасанной, то есть счастливой. И в ответ склонился перед своим гурудемом. И начал говорить. Славаи пунса паро-дхармом, «Дхарма», то есть предпочитательности по отношению к Атхокшадже, Кришне. Таким образом, когда бхакти и бхакти посвящается лотосным стопам Кришны, «Ахайтукка» — это преднослужение беспричинно. «Ахайтукки» и «Апритихата», то есть беспрерывно. Подобно непрерывному потоку. И благодаря этому служению Атма, то есть душа может быть счастливой. Он не спросил, как нам достичь счастья. Кришна дал нам это тело. И это тело скоро станет другим. Но душа никогда не изменится. Она всегда та же самая. Не меняется. Пусть та же она потерпевает сотни тысяч растений. Итак, он спросил, как же в душе быть счастливой? Чниг Шри Чайтани Махапрабху. Шила Рупа Госвами. Он объяснил, что такое бхакти. Чем является бхакти? Чем является бхакти? Пожалуйста, объясни. Продолжение следует... 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 потому что здоровье сила груда в этом возрасте очень хрупкое — ему 90 лет. Поэтому услуги охраняют его здоровье очень бдительно, чтобы он сохранялся с нами, был по-прежнему с нами в этом мире, писал книги на благо всего человеческого общества, на благо будущих поколений. Поэтому мы все должны поступить ради Гурадева, чтобы он смог это сделать. Но он велел нам продолжать этот праздник, и он назвал тему Шримад Бхагаватом. Шилгурадеваки! Я думаю, Шимати Шамарани Диди вспомнит, как в Нью-Йорке в первые дни первого Нью-Йоркского храма из-за того, как Шилгурад Бхагава открыл это место вместе со своими новыми учениками, и в 100-х месяцев это продолжалось. И когда он отправился в Индию первый раз, он сказал им, вы можете оставить здесь мое изображение, тогда вы можете поклоняться моему изображению, оно не отличное от меня, и вы будете ощущать мое присутствие. Итак, мы все вместе должны поклоняться этому изображению, и понять, что он во всей полноте присутствует с нами здесь. И так же его указание присутствует. И его указание в том, что мы должны слушать и воспевать послание Шри Кришна. Итак, повиняясь указания Шилгурадовым, продолжим тему сегодняшнего вечера. Итак, я продолжаю с тех слов, которые произнес перед тем, как Шилгурадов отправился в свой дом. Итак, Шилгурадов объяснил, что эти мудрецы, которых собралось свыше 88 тысяч, они сошлись в этом лесу на Мишаране, и они увидели, что в очень недалеком будущем наступят очень тяжелые времена для всего человеческого общества. Мудрецы поняли, что по мере приближения века к Кали человеческое общество постепенно станет очень деградированным, и это можно будет предвидеть различным признакам. То есть, люди будут жить очень коротко, не более стали. В предыдущие века люди жили тысячи лет и много тысяч лет. Также, мудрецы сказали, что люди станут очень глинивыми. Мандо — они будут неохотно практиковать. То есть, они не будут желать практиковать духовный путь. Сумандо — они всегда будут сбиты с толку и будут отклоняться от духовной истины. Мандо — они будут очень неудачно умеют. Мандо — они всегда будут потревожены. Мандо — он будет очень обеспокоен. Поэтому мудрецы увидели, что это время приближается. Среди них был один великий мудрец, он был самым старшим. И ему предложили возвышенную асану. Эту личность звали Суту Госвами. И Суту Госвами принял и сел на эту асану по просьбе всех мудрецов. И они начали слушать его ответ. То есть, они спросили его, они начали попрошать его, каким образом человеческое общество найти удовлетворение не для тела, но для атмы. Атма означает душа, вечная душа. Этим они были беспокоены, и об этом они спросили, каким образом человеческое общество найти полное сам просьбе, тебе полное удовлетворение. В то время, Шри Суту Госвами ответил на этот вопрос. И на некоторые другие вопросы. в особенности он сказал, САХАЙ ПОМ САМ ПАРО ДХАРМО ЯТО БАКТИР АДХОК ШАЧЕ АХАЙТУКИ АПРАТИЯТА ЕЙ АТМА САМ КРОСИВАТИ. И здесь, в этом одном стихе, ответил на этот вопрос. Как душа достичь счастья? И так он сказал, что высшее деятельность и высшее предназначение ПАРАДХАРМО для всех живых существ это процесс ПАРАДХАКТИЙОГА в отношении к АДХОК ШАЧА АДХОК ШАЧА это имя Божественной Вечности Шри Кришна который никогда не оставляет своего трансцендентного положения и никогда не соприкасается с материальной атмосферой никогда не ощущает и старается Божественной Верховной Господь Бхагаван Сре Кришна Здесь он говорит, что Бхакти к этому Верховному Господу если Бхакти совершается с 2 квалифиций АХОИ КЮГИ which means without any other motivation other than to give happiness к Бхагаван к Кришна Без какой-либо цели, кроме желания счастья, погоняющей Личности, и другая черта — это опротихота. То есть этот процесс не останавливается. Он беспрерывен, этот процесс бахтики. Он постоянно течет, подобно протоку румяда, из перевернутой банки. Этот процесс непрерывен. Таким образом, Сута Госвами сказал, если кто-то совершает этот высший вид деятельности, то есть совершает бахти-йогу к Кришне, тогда я атма сам прасидати, тогда душа придет к полному умиротворению. Итак, это счастье души возможно только тогда, когда душа соединена в божественной любви и служении с высшей душой. Таким образом, Шрима Бхагвата начинается с этой темы. И здесь Шрима Бхагвата научит всех, как достичь этой высшей прямой любви Господу, следуя процессу чистого бахти, шутта-бахти. Итак, Шрил Гурадев упомянул, что это бахти-йога, и что именно такое бахти-йога, что есть еще один стих, который написал Шрима Бхагвата. И этот стих дает еще более конкретное определение бахти. Он все должно знать, что в течение последних пятнадцати лет, когда Шрима Бхагвата путешествовал по всему миру, и он организовал огромное количество фестивалей на всех континентах мира. Каждый раз он говорил этот стих, обозначающий, что такое чистая бахти. Я думаю, что многие из вас запомните этот стих, и когда я его скажу, вы вместе со мной повторите. Очень хорошо. Поднимите руку, если знаете этот стих. Хорошо. Можете встать и сказать этот стих? На Санскрите. На Санскрите. На Санскрите. Мнеадlez встать к Увы. Няма х식иа как никого и поменьше. Это знание, которое свободно от кармы или фруктовых активностей. И принадлежит свое желание к Кришне. Это называется уттам вактима, для пирожного служения к Кришне. Как видите, он подготовил очень многих своих учеников, и теперь они все знают этот стих. Так мы сейчас вкратце обсудим этот стих очень кратко. Если мы хотим узнать, как стать чистыми преднами Кришны, потому что мы все пришли сюда ради этого, чтобы стать чистыми преднами Кришны, чтобы нам достичь чего? Что мы хотим достичь? А, Кришна према. Кришна према. Что мы хотим достичь? Чего я не слышал? Кришна према. Как нам это сделать? Мы должны совершать этот процесс под названием уттама бахти. Потому что если не совершать уттама бахти, мы не достигнем Кришна према. You will attain some benefit by doing mixed bhakti, but you can attain the supreme benefit. So, therefore, because Śrīla Gura did this come to give us this opportunity to develop the Krišna према, therefore He is teaching this verse of Rūpa Goswami. So, here Rūpa Goswami is saying that Anakūlyena krišnanu shilana. Bhakti-yoga is a process that we cultivate. We perform this. How do we do it? With our senses, our body. With our mind. With our words. Also, with our emotions. So that is called shilana. That means to cultivate something. Pостоянно взращивать. Constantly practicing. So, what are we practicing? We are practicing all activities that are anakūly. Anakūly means favorable. What are they favorable for? They are favorable for Krishna. That they will give benefit for Krishna. That they will give benefit for Krishna. Now, this is quite the opposite of what we do in the material world, isn't it? Which is for all our activities are for whom? What are we doing here? I. Yes. Yes, me-yā. For me. All our activities in the material world are fully set our own sense, section. Но душа на самом деле насходится в вечной связи с Кришной, поэтому до тех пор, пока вся наша деятельность будет нести плату Кришне, мы не сможем достичь полного удовлетворения. Вы говорите, что Бурдев обязательно нужны какие-то фанеры. Если кто-то имеет фанеры, то есть электрические фанеры, если кто-то есть, то есть фанеры. Окей, кем-мадре должны получить... Я не могу спросить... Они привезли к этому фанеру? Пятнадцатый номер... Пятнадцатый номер... Он включает пятнадцатый номер... Я буду берем... Ну ничего страшного... Окей... Итак, ану-кулиена-кришна-ну-чилана. Итак, ану-кулиена-кришна-ну-чилана означает совершать всю нашу деятельность ради Кришна, ради счастной Кришны. И «ану» означает «следовать». Итак, мы следуем процессу, который дал нам Гуру. Это называется «анугатья». Так под руководством, мы совершаем процесс Бхакти к Шри Кришне. И что такое Бхакти? Бхакти означает «девять вещей». Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакхьям, Атман и Веданам. Бхакти состоит из этих девяти элементов. Эти девять элементов Бхакти начинаются с Шраванам и Киртанам. Слушание воспеваний. Все мы сидим здесь сейчас, мы совершаем Бхакти. И мы слушаем о Кришне. Послание Шримад Бхагватар. Но Бхакти измеряется нашим настроением. Если мы сидим здесь и полностью погружены в слушание, в послание, и с великой радостью слушаем Кришну Катху, и не думаем ни о чем другом, тогда наш процесс слушания очень чист. Поэтому мы должны практиковать этот процесс. Мы постоянно слушаем и чаем о Кришне. Анакулгена Кришна Нашивана. Есть еще один аспект. Это пограничные свойства Бхакти. То есть мы только что обсудили Сварупа Лакша, то есть внутреннее свойство Бхакти. Главное качество Бхакти, центральное качество Бхакти. Но промежуточное качество Бхакти говорят о том, что не является Бхакти. Потому что должно быть какое-то другое. Вы должны знать, чем является Бхакти, и также следует знать, чем не является Бхакти. Как в начале стиха силовика Бхакти, что Бхакти говорит, что это Бхакти должно быть дешено всех других желаний, всех других желаний, которые не направлены на счастье Кришны. Если кто-то практикует чистой Бхакти, он полностью будет покрышен на настроение, слушание, восприятие, памятное, служение, ради наслаждения Кришны, чтобы Кришна был счастлив. И так же Бхакти не может быть покрыта тенденцией наслаждаться материальным счастьем. Кришна. Гьяна карамади анавритама. Анаврита означает, что Бхакти не может быть покрытым. И так, если наше Бхакти, питательное воздействие, желание счастья, чувства, как мы хотим, чтобы Бхакти принесло нам результаты в виде собственного счастья. для чувств, для ума, и так далее, тогда это покрывает практику. И также гьяна, тенденция освобождения и безличному знанию. Безличное знание означает trying to understand and enter into the aspect of the supreme being, which is all-pervading and impersonal. Итак, это знание гьяна также покроет практику. И также тенденция to try to gain mystic powers through yoga. There are many yogis, they have various different types of mystic powers where they can subtly control that matter in various ways. Но это все материальное желание. И так все виды этих мотивов заслонятся во Бхакти, поэтому Бхакти не может быть чистым. Бхакти должно быть чистым. Если вы хотите воды, очень хотите пить, вы должны кого-то попросить, пожалуйста, принесите воду. Но о чем вы просите? Вы просите чистой воды. Вы не просите загрязненной воды. Или воды смешанной с чем-то еще. Таким образом, Бхакти должно быть чистым. Когда Бхакти будет полностью чистым, девушевым и любым другим желанием, тогда ей атма самопресина тихи. Даже атма будет чувствовать радость, блаженство, счастье. Итак, таковы были вопросы мудрецов на Мишаране. Каким образом? Мудрецы хотели понять Иисус Сибирь Государь Государь, как людям достичь этого высшего совершенства. Итак, мы сейчас будем продолжать эту тему и мы попросим Шрибат Дамадара Пахараджа продолжить объяснение данной во второй главе первой песни Шрибат Бхахараджа. Все notor csvare начал объяснять в чем пор purge entrepreneurs What is the grown-up of hearing Exhale再來 and also the story of Shri B Aaahadev, the very author of the Srimad Bhaka tapa and how he came to like the Srimad Bhaka motors drawing theuateer version of the Srimad Bhaka mata larage Спасибо. Yes, Kishnah, 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 Kishnah. Anayya, Amor, Mari, Namo, Amor, Mari, Namo. Just one announcement we just received. Shullah Gurudev is going to be coming here tomorrow morning at 9 o'clock because it's cooler in the morning time. So we are going to give class here in the morning at 9 o'clock Все должны здесь собраться. Вечером, завтра вечером, в саньяси дадут хракху и шимарандиди. Насчет инициаций мы объявим чуть позже. Для инициаций можно добавить что-то? Те прены, которые будут получать завтра инициацию после вечерней харикатхи, даже до окончания арати, те, кто будет получать инициацию, те, кто еще не зарегистрировали, пожалуйста, подойдите ко мне, я буду сидеть в том же месте, как и раньше, на столиках, возле просадного холла. Те, кто не зарегистрировались, подойдите ко мне для регистрации. И после арати, где-то перед просадом, мы обсудим церемонию завтрашнего посвящения, завтрашней инициации. Мы уже точно сообщим, когда именно она будет, потому что Гурдавседа придет на даршины лекцию в 9 утра. Гурдаврад показатель. Эти, когда планируют, в мастеров falan, вычисли, в мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер, а это номер на кусте, через месяц, в Мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер. Продолжение следует... Между нами и нашим служением Шри Кришне ничего не должно быть. У нас не должно быть никакого желания, которое превышало нашу желание служить Кришне в душе всех душ. В Махабарате есть одна прекрасная история. Юдистир Мараж был очень известным, потому что он всегда говорил в стране. Его называли Дхамараж. Участение в религиозных принципах. Особенно Юдистир Мараж никогда не лгал. Никогда из-за четырех раз не лгал. Но есть проблемы, потому что Кришна предпоминали, что все остальные права. Участение в Падаве. Участение в Падаве. Участение в Падаве. Участение в Падаве. Потому что кришна было очень известным, потому что он всегда говорил только правду. Участение в Падаве. Потому что у Когда Дарвначария не был бы убит, Юдич Тиро не мог бы повелевать всей землей. Тарвана был очень могущественным личностью. Простыми средствами невозможно было бы убить. Кришна был очень хитроумным. Ради своих приятных, Кришна готов на все. Среди всех качеств Кришны, Любовь к Его преданным, это самое выдающееся Его качество. Кришна подумал, что я должен убить какую-то хитрость и убить Дарвначария. Потому что у Кришны и так уже было много разных дурных имен. Если вы в Бриндаване можете отправиться, можете спросить Джатилу и Кутилу, они целый час вам будут говорить, какой Кришна плохой. Если в Бриндаване какое-то затруднение случается, во всем Кришна сразу виноват. Если у Бриндавана с головы упал кувшин, то наверняка Кришна подошел и потянул сзади. И Кришна подумал, что у меня уже столько, такая дурная слава, но вот еще одно дурное имя у меня сейчас будет. Кришна знал, что Дарвначария можно убить только хитростью. Дарвначария, он был брахманом, но он стал сыном только из-за своего сына Ашватама. Когда Ашватама был маленьким мальчиком, то есть его отец был таким бедным, что он не мог даже ему молока купить. Поэтому сын плакал, отец дай молока, дай молока. Но у Ашватама не было ни коровы, ни молока. Так что он взял мальчик из-за своего сына Ашватама. Ашватама взял мальчик и думал, что это молоко. Поэтому сын плакал. Я сейчас такой сильный, я тоже пью молоко. Тогда Дарвначария очень устаривался. Ты даже не можешь для моего сына принести молоко. Поэтому я должен прийти на работу. Это вообще самое худшее, что может произойти, если на работу придется устраиваться. Так что Дарвначария стал к шатре только из-за своего сына. Так что Кришна знал, что если он знает, что его сын живет, Дарвначария будет прекратить его, и он может быть убил где-то. Что если он знает, что он умер? Если он умер, то он умер. Я могу делать самотеннис или самотеннис? Да, самотеннис. Так что Кришна знал, что Дарвначария, knew that his son was dead, Дарвначария would not fight. Так что его сын умер, не сможет сражаться, поэтому его можно будет легко убить. Так что посреди битвы при Махабарати, Кришна сказал, О, Дрона! Твой сын умер. С кого ты сражаешься? С кого ты сражаешься? Так, Дарвначария, когда он слышал об этом, он был в это запомнении. Мой сын умер. Зачем мне такое сражаться? Зачем мне такое сражаться? Потому что Кришна большой хитрец. Кришна's words always have fifteen or twenty meanings. Чтобы Кришна не говорил, это всего пятнадцать-вадцать значений. Может быть, Кришна не говорит истину. So then, Дарвначария, he asked this. Oh, Yudhisthira, is it true? Is it true that my son is dead? Правда ли, что мой сын умер? Then, Кришна was telling Yudhisthira, you're telling me, yes. He's telling me, son is dead. Он сказал, да, твой сын умер. But Yudhisthira could not tell a lie. Because whole life he vowed to be very truthful. But now Bhagavan is telling him to lie. So what did he do? He said, I cannot lie. Again and again, Dhranacharya lives. Oh, Yudhisthira, is it true that my son is dead? And again and again, Krishna was talking to you. You tell him, yes, your son is dead. But Yudhisthira could not tell him. Yudhisthira could not tell him. So Bhim Sen was watching this. Bhim Sen was watching this. So Bhim Sen said he killed an elephant, but elephant's name was also Asvatthama. Bhim Sen убил слона, которого звали Asvatthama. Oh, Drona, you weakling, just see, I have killed Asvatthama. Oh, Drona, Slovak, and then he killed Asvatthama. Then Bhim Sen again, now. It's true. It's true. Asvatthama is dead. Then Yudhisthira said, yes, it's true, Asvatthama. Yes. Asvatthama, Slovak, died. But when he said Asvatthama, the elephant, then Krishna told him his conscience. Asvatthama the elephant is dead. Asvatthama, Jesus, the elephant is dead. Asvatthama, the elephant is dead. Чиров сказал, да, это правда, Шватаме... он сказал, да, это правда, Шватаме... Когда он первоначально услышал этот юдистир, то он понял, что его сын умер и он достанет его петлю. И тогда дештедюна он срубил его голову. То есть колесница юдистира была всегда над поверхностями шесть пальцев, потому что он никогда не лгал. Поэтому он был кем-то вроде полугулов. По полугулов можно узнать очень просто, потому что они никогда не прикасаются к земле. Так же как Господь Нарайан тоже никогда не прикасается к земле. Поэтому, когда Нарайан не приходил на эту землю, его стопы никогда не притрагивались с поверхности. Поэтому земля очень радовалась, что только когда Кришна пришел, потому что он оставил плечатки из своего образца. Поэтому простые люди подумали. Юдистира, он отмылся отбивался в принцип, потому что он солгал. Вот почему его колесница не полностью стемнена. На самом деле это неправда. Потому что что такое подлинная религия? Полугольная религия означает делать что угодно, чтобы Кришна был счастлив. Но Юдистира подумал, что достать счастье Кришне еще более возвышенно, чем быть правдивым. Потому что он поставил как религиозный принцип еще больше счастья Кришне. Поэтому быть правдивым это очень хорошо, но если Багаван говорит тебе, чтобы ты солгал, то нужно солгать. Так как Юдистира, так как Юдистира пренебрёк этим принципом, что ради счастья и перехода в должности личности даже солгать не является предвижением геозных принципов, он спал с подлого пути религии. Поэтому преданный ничего не должен ставить выше, чем счастье Гуру и Кришне. Гурадек — это представитель Багавана. Поэтому если Богам говорит, что нужно обманывать, красть и так далее, то преданный разному это сделать. Это высшая религия. Но Гуру должен быть подлинен, это тоже правда. Итак, это начальная стадия Шриман Багавана. Гурадек говорит, что это паримаша шлока. То есть в этой стихии объединяется весь Шриман Багавана. Обычно люди не способны понять этих стихов. Они думают, что мирская моральность выше практики. Мы говорим, что нет, Кришна — это воплощение всей морали. Поэтому, когда Кришна счастливает, все религиозные принципы совершаются сами собой. Увиды говорят, что не убей. Джуна также представил этот аргумент в начале Багавагиты. Как же я могу убить их? Они мои старшие, мои старшие, мои старшие учителя и так далее. Прочтенные старшие. Это говорится. Конечно, насилие — это величайший религиозный принцип. Но Кришна, он сказал, что нет, я хочу, чтобы все они были убиты. Поэтому Арджуна, он принадлежит его высшего религиозного принципа, то есть, способствует счастью Кришны. Постые люди не могут понять, насколько Арджуна велик. И что говорить о гопиах? Гопи, они сделали все ради счастья Кришны. Веда-дарам, Де-хадам, Раджа-дарам-хакам, Раджа-даржа-дайха-сук, Адма-суканава. Гопи поступили всем религиозным принципам ради счастья Кришны. Они оставили ведическую гарму. Они оставили принципы замужней женщины. Они оставили естественные качества женщины, такие как застенчивость, степливость. Они оставили все раздумья о собственном счастье. Гопи никогда не думают, что если будут служить Кришне, будут счастливы сами. Гопи никогда не заботятся о собственном счастье. Гопи не заботятся только о счастье Кришне. Нага-дарам, Де-хадам, Раджа-дагам, 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 Раджа-дагам. Гопи не заботятся только о счастье Кришне. Моя единственная забота — это счастье Кришне. Поэтому, если Кришна будет счастлив, то приду в должное страдание. И тогда это страдание, это мое счастье. Читания Матву пришел, чтобы обучить нас этим Высшим Принципам Дхармы. И он процитировал саму Радхарани. И он процитировал саму сочетание Матву Шимати Радхарани. А в Махапру присутствует настроение Радхарани. Кто говорит Шикшаш таку, на самом деле это Шимати Радхарани. Восьмой стих. Пусть Кришна делает, что желает. Он может обнять меня. Или Он может попрать меня стопами. Он может игнорировать меня. Или Он прямо у меня на глазах обнимает других воспоминаний. Но я все равно приношу Ему за жизнь, за жизнью. Я не знаю никого другого. Если Кришна будет счастлив благодаря всей этой деятельности, пусть Он будет счастлив. Поэтому Шимати Радхарани, она воплощение этого стиха Свой Пумсан Парута. Поэтому... Каждый стих содержит имя Радхарани. Некоторые люди думают, где же имя Радхарани в каждом стихе Ашлина Бхагатта. Грумарь says, she is in every verse, every syllable. Грумарь говорит, что она в имя Радхарани входит в каждый стих и в каждую строку. Но потому, как Сава не может увидеть солнце. Те, у кого нет предности, они не могут заметить. В каждом стихе Шимати Радхарани. Поэтому Шимати Радхарани принял принцип очень важным. Итак, Шимати Радхарани объясняет только чистую предность. Но кто поймет Шимати Радхарани? Вот это сегодняшняя тема. Что произойдет, если мы будем слушать Шимати Радхарани? И кто квалифицирован, чтобы слушать Шимати Радхарани? Шимати Радхарани говорит, что восемьдесят восемь тысяч риши услышали Шимати Радхарани. Вот только двое из них обрели премию. Суда Госвами и Парикшит Махарадж. Что произошло с другими восемьдесят семью тысячами девятью стами девяносто восьми. То есть у них после не было возможности понять послание Шхудагусан правильно. Подобно стерляднику, который сидит на дереве манго. Такие прекрасные манго растут на дереве, но только ищут, где трупы, где трупы. Поэтому многие люди слушают Бхагаватам, но они не видят нектаров Бхагаватам, которые встречаются за нас. Они думают, где карма, где гнева, где мукти? Где мукти? Где тарма, арта, карма, мукши? Они не видят нектара прямо, который льет Шхудагусан. Поэтому Судагусвами был достойным этого. Потому что он очень любил своего Гурдава. Еще его имя было Уграшрава. Уграшрава означает «яростный герой». Уграшрава означает «яростный герой». Уграшрава означает «яростный герой». Какой яростный герой? Уграшрава. Он очень внимательно услышал насторонения, что слышал Судагусвами. Ему было всего пять лет. Но он стал Ачари. Яростный герой. Поэтому многие люди тоже слушают, но как ваша квалификация подлинно слушать Иисустот Туховного Мочителя. Только тот человек, который подлинно предался лотусным научителям может доподлинно слушать из его лотусных хустов. Багватам это Парамахамса Санхита. Салавиданта Салам, Исуи Багватамисатита, и Туховный Маламасвад Христот, с Ахри Маламасвад Макцел, с Ахри Маламасвад Маламасвад Макцел. Прибал ясвинь, Парамахамса, Маламасвад 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 Г aggregate. Лейдр Грючжн. Лейдр Грючжн. Не в Tianхadesм. Кто понимает с Ахри Маламасвад Макцел. Только те, кто полностью освобождены от телесной концепции жизни. Для таких личностей Симат Багатам очень дорого. Поэтому Симат Багатам очень дорого только для Вашнавы, не только для армии, гьяни и других, только для Вашнавы. Лишь в процессе слушания, понимаете. Суда Госвами очень внимательно слушал в силу Гурдата, поэтому естественным образом он стал Ачарию Симат Багатам. Также он обрел особую милость Баларамы, Баларамы, так как он Гурдата, он не мог принять участие в битве при Куркшатке. Кришна, он принял чью-то сторону, но не Баларамы. Потому что Гурдата должен быть нейтральным и равным в отношениях со всеми и каждым. Баларама, он не принял участие в битве при Куркшатке. Кришна принял участие, но не Баларамы. Поэтому, когда началась битва, в то время Баларама отправился поломщица по всем святым гостям. В конце концов, он пришел к Намишаране. Где Рома Махаршина Риши говорил о Пуранах Катху. Когда Баларама вошел в собрание, все встали, чтобы почтить его. Но все кроме Рома Махаршина. Подумал, я Гуру, я знаю все Катху. Я помню, как-то раз на день прихода Баладева в Баладеве, Гурдата, говорил о Баладеве Татве. И я был так напуган, что даже пранама Гурдата не произнес. Я не с чем не думал, только Баладеве. И Гурдата сказал, что ты как Угаршава, Рома Махаршина. Ты не предложил пранаму Балараму и Вайшнаму, поэтому тебя следует убить. Ты следующий Рома Махаршина. Того дня я всегда помню, что ты сперва нашли пранаму Гурдата. Но Рома Махаршина, он не прочтил Баладеву. Он подумал, я великий, я знаю все. Может быть, кто-то может превзойти меня в величие. Но тот, кто сидит на Пьясасане, он должен прославлять Гуру и Вайшнаму. Но Рома Махаршина не прославлял Хари Гуру и Вайшнаму. Он говорил только ради собственного блага и счастья, ради корыстных интересов. Поэтому Баларам, вдруг встал очень, очень разливался. Килл его, снял его голову дровинкой. И все саду очень печалились. Почему так произошло? Больше Харикатхи не будет. Когда Гурдата и половина людей тоже уходят, это не ученики. Ученик — это тот, у кого стручек Харикатхи — это ученик. Саду очень печалились. Он знал столько Харикатхи, теперь мы не можем слушать Харикатхи. И Баларам сказал, «Я могу его вернуть к жизни». И Саду сказал, «Нет, нет, 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 что ты сделал уже хорошо». Но мы обещали, что он будет жить долго. И ты убил его. А человек предполагает, что Бог располагает. И Баларам сказал, «О, я могу дать благословение его сыну». Потому что сын представитель отца. И Баларам подошел руку на голову Ромахарша. Сына Ромахарша, он даже не был брахманом. Но он выгодал квалификации давать Харикатху. Благодаря благословению Баларам сбору, все опеды и шастры проявились в его сердце. Поэтому он вполне был достоин говорить шлима Баларам. Поэтому мы очень отдачны, даже сейчас мы могли слушать Баларам. Что произойдет благодаря слушанию? Сын Ватам свагатах Кришна пундюшарлана китана. Витаясь то, хия баданы, вынули цитам. Наста праздну бадасту. Нинтям Багвас Севая. Бхагвативтамашлока. Бхакти бхавати. Найштихи. Аннатопасанам шакшат бхакти-йога. Доксаде. Доксват. Доксват. Чакрас сапфита. Салвитам. Найштихи. Найштихи. Бхагамамараде прекрасно знает все эти стихи. В чем результат слушания Бхагвата? Сринватам свагатах Кришна пундюшарлана китана. Нет более почестивых деяний, чем слушать и воспевать деяния Кришны. Ничто не может произойти этого. Есть один стих. Если вы думаете, что произнесение половины слова имени Кришны это настолько благоприятная деятельность. Когда Шлюбиндер постарался в Бхагар в 1996 году, одна женщина подумала, что я некорресивно слушаю, недостойно, я буду готовить на кухне. Грюдер сказал, почему ты не приходишь на Катху? Женщина сказала, я хочу Сукрити набрать. Грюдер воскликнул. Но я хочу, чтобы у тебя было Бхагти. Сукрити не помогут. Слушая Кришна обретаешь все Сукрити. Если увидишь Ваишнава, получишь столько Сукрити. И эти Сукрити дают тебе возможность слушать Хари Катху. Поэтому, когда Хари Катха приходит, мы должны остановить все виды деятельности. И ничто не может превзойти слушание Хари Катхи. Поэтому тот, у кого есть жадность к слушанию Хари Катхи, все препятствия в сердце уходят. У нас должна быть очень сильная жажда. Даже если Гурдев не говорит, мы должны думать, я должен слышать от его учеников. Потому что они знают Катху Гурдеву. Мы говорим не свою Катху, а то, что слышали от него. Все, что мы говорим, это его Катха. Я хочу рассказать вам последовательную историю. Очень серьезная и глубокая история. Может быть, она кого-то даже испугает. Какая же жадность у нас должна быть к слушанию от Ваишнау. Несмотря на то, что он был очень младшим учеником, что он бахтистанца Сарсвати. Все его старшие, вроде боги, его так почитали. Потому что он никогда не отклонялся ни миллиметра от указания своего Гурдева. Он так интенсивно проковедовал в Северной Индии, в Панджабе, в Чандигаре. Вся Харикатха, которая сейчас идет в Северной Индии, в Багарееву, в Север. Он был очень высоким. Его Катха был очень возвышен. И он также с таким почтением относился к нашему Парангуру Дэву. Он считал его Шикши Гуру. Каждый год, он с учениками посвящал Дэр-а-дун и рассказывал Харикатха. Каждый год, он посвящал Дэр-а-дун и рассказывал Харикатха. Каждый год, Гурдевы приходят, они получают так много рейтингов. Каждый год, Гурдевы приходили в Багарееву. Каждый год, Гурдевы приходили в Багарееву. А до этого, прямо перед этим, умер один ребенок. Маленькая девочка умерла. И они просто спрятали тело под кроватью. Потому что умер девочка уже умерла. Кришна говорит в Гите. В Арджуна, мудрецы не скорбят ни о живущих не умерших. То, что произошло, уже произошло, не изменишь. И Гурдев приходит, вот Гурдев приедет и даст Харикатху. И хозяин подумал, что если вся моя семья узнает, если они знают, они будут так умерших. Никто не знал. Атмосфера. И если все узнают, что ребенок умер, то все будут только плакать и горевать, и ничего больше не смогут делать. И поэтому так же Гурдев будет потревожен. Гурдев сердце будет мягче, масло. Поэтому они спрятали тело девочки под кроватью. И все пришли, и сказали, что она спит в той комнате. И все Вашлавы пришли, и Гурдев, и столько Харикатхи и Кирмана. И все так обрадовались. Потом Силамадов Мараш отправился на железнодорожную станцию. Хозяева, они отправились на железнодорожную станцию домой. И когда он пришел домой, и он сказал, «Ой, Чарльз!» И все начали плакать и сокрушаться. Это, конечно, очень жестокий пример. Ничто не должно стать препятствием на пути слушания и воспевания. Если у нас будет эта вера в то, что Кришна проявится в нашем сердце. Если у кого-то есть это желание, я хочу слушать Харикатху, Кришна немедленно проснется в сердце такого человека. Это плод слушания Бхагатху. Даже если вы не можете слушать Бхагатху, но вы думаете, должен слушать Бхагатху, тогда Кришна немедленно пробуждается. Когда Кришна немедленно пробуждается. Это все недостатки в сердце этого человека, который желает слушать Харикатху. Как Шилл Бхагдинан Савимараш. Я ходил на лекции. Он говорит, что я посещал лекции Шилл Бхагдинанда Сарсвати Дакхура. Но его волосы было настолько высоко, что мы не могли понять, о чем идет речь. Однажды, в время Бриндава и Парикрама все отправились на Даршину. Шешай. Но Бхагдинанда Савимараш не пошел. Я могу видеть это каждый раз, но каждый раз я не могу слышать Харикатху. Но Бхагдинан Савимараш сказал. Да, да, я его заметил. Я сделаю его моим учеником. Потому что он любит слушать, он не убегает. Прабхупада, он нас научил, например, он такой смиренный. Он сказал, это было моим единственным достоинством. Я любил слушать Харикатху. То, даже Шилл Бхагдинанда, сколько радости он чувствует, когда ученики говорят Харикатху. В основном у нас у каждого есть ручьи только к собственной Харикатхе. У нас нет ручьи к Харикатхе кого-нибудь другого. Мы слишком большие влажные игры. Но у числа Вайшнава ручьи по отношению к Харикатхе каждого. Каждый водитель рикши говорит Харикатхе, потому что он так радуется, когда видит Вайшнава. Такова квалификация для того, чтобы подойти к Шриман Бхагдану. Это вера в слушание. Когда мы слушаем, а все обретает. Это суть второй главы первой песни Шриман Бхагдана. Спасибо. Спасибо.